Микрорайон Макаренко, улица Вишневая. В Чесыпик именно здесь начинаются многокилометровые пробки. Постепенно затор перемещается в центральную часть города, загружая улицу Конституции. При этом многие водители вовсе не стремятся в центр. Им необходимо попасть в Адлер или Хосту. Единственное решение – прямой выезд с верхней части Вишневой на трассу Обход-Сочи. Городское управление автодорог уже не раз обращалось с этой просьбой к собственнику палатна, однако в ответ приходил отказ. Они до сегодняшнего дня просто отказывались, если они нам дадут... Вы же знаете, вы же сам руководитель следите за это направление. Если одна сторона другую не убеждает в своей правоте, то никогда ничего не получается. Если мы просто отправили письмо без утяжеления, конкретики, просьбы и без приложения количества жителей, которые проживают здесь, и они попросили власть оказать задействие, ну, конечно, тогда нужно реагировать. Обозначив пути решения дорожной проблемы, мэр Сочи отправился в крупнейший парк центрального района, который построили два года назад в честь 80-летия Кубани. Площадь сквера на Макаренко более 14 гектаров. Здесь расположились тропа здоровья, площадка с тренажерами и места отдыха. Местные жители полюбили парк и регулярно его облагораживают. Они просят мэра оградить зеленую территорию от строительства жилых домов и заведений общепита. Принципиально важная задача и задача губернатора Краснодарского края, приемного на Чакандратьева, чтобы все парки, скверы, которые любят горожане, они всегда были накрыты зоной ОПТ, чтобы ни у кого не было соблазна где-то что-то сделать. Все, что касается вопросов рекреации, восстановления здоровья, пожалуйста, пусть здесь будет спорт, пусть здесь будут восстановительные мероприятия, но вот строительство общепита здесь не нужно. Это вот место, поэтому должны быть такие парки. Пусть здесь люди занимаются спортом, бегают, ходят, дышат. Вот это самое главное. Также горожане хотят видеть здесь футбольное поле и детские площадки. Алексей Копайгородский поручил главе Центрального района проработать этот вопрос. Мэр Сочи отметил, что в парке необходимо установить дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения. Помимо этого территорию должны патрулировать полицейские или казаки. Мы понимаем, что здесь большинство домов – это многоквартирные дома. То есть люди выходят, им нужно где-то провести свободное время в нормальных условиях. И мы эти условия должны с вами создать. Микрорайон Макаренко – один из самых густонаселенных в Сочи. На данный момент здесь проживает порядка 60 тысяч горожан. Прирост населения требует развития инфраструктуры, в первую очередь социальной. В связи с этим Алексей Копайгородский посетил новый корпус 15-й гимназии, в который уже обучаются более 800 детей. Также мэр заглянул в гимназию 44 и поинтересовался у педагогов, необходимо ли чем-нибудь оснастить классы. Затем градоначальник совместно с главами районов и управлений встретился на традиционном сходе граждан с общественниками и жителями микрорайона. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.